Всем привет! Как вы поняли из названия, сегодня мы будем кататься в Forze Origin 4, но при каждом столкновении будет отключаться один поток процессора. Не буду строго к этому относиться и сразу скажу, что столкновениями будем считать встречи с деревьями, другими машинами и падения на крышу. Всякие заборы и кусты не берем в расчет, а потоков у меня всего 12 и процессор Intel Xeon E5 2420v2. Кто-то может сказать, что эта игра на моем компе идет отлично. Кто-то, что она идет плохо, потому что бывают фрезы. В любом случае, воздух у процессора есть, но мы будем его перекрывать. Мы теряем 12-й поток, он может быть загружен системными задачами, но не игрой, поэтому его загрузка не обязательно должна быть равна нулю. На производительность не сказалось, выключая второй поток, а вслед за ним третий, компьютер среагировал на изменения и дает большей системной работы свободным потоком, в этом и крутость многопоточных систем. Теперь 6 ядер, 8 потоков. Я смотрел по синтетике, что вообще 4 сейчас выключенных потока не играют большую роль при загрузке камня на 100%, поэтому впереди нас ожидает куда больше изменения. 7 потоков все еще удерживает больше 60 кадров и наш процессор сейчас по мощности равен обычному Xeon E5 2420 или какому-нибудь i5 7400. нашла ауди на дерево и теперь мы по сути выключили технологию хайпер трейдинг, может быть еще сказалось то, что мы заехали в город, но 60 кадров теперь нет и ближайшие феррари забирают еще и шестое ядро. Чтобы вы понимали, выключение ядер отнимает еще и часть кэшей L2 и L1, которые можно было бы использовать для игры. На 5 потоках производительность еще вменяемая, ну а теперь попробуем 4. Но боты решили, что нужно оставить 3. В принципе не страшно, потому что именно 4 потока никого не удивят. Возьмите любой FUFX или старый CoreAid 3 или HyperPen, получите тот же результат. На 3 потоках вполне можно играть, особенно если учесть, что буст моего процессора при этом иногда повышается до 2 и 6 ГГц. Ну и самое интересное, два потока. С двумя потоками многие игры даже запускаться не хотят. Все равно относительно неплохо идет, потому что тормозят не все службы компа разом, как на слабых ПК, а только игра. Два ядра почти не прогружают рельеф, деревья в дыре превращаются в пятна и выглядят как на детских рисунках. Зато какие классные температуры, 26 градусов проц, 40 градусов карта. В конце концов машина улетела с горы и свалилась на крышу. Остается только одно ядро. Было 16 кадров, осталось 8. Сначала побежали артефакты освещения, потом текстур и все. FPS стабилизировался, но поехать мы никуда не можем. Машина отвечает на нажатие, но не едет. Возвращаем все потоки и игра сразу отвисает. Надо сказать, что мне такой опыт понравился. Это позволяет перезагрузить мозг и снова радоваться высоким FPS. Всем спасибо за просмотр. Оставайтесь со мной, если по кайфу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok